На одном из занятий в рамках летнего проекта научной лаборатории «Открытие» Людмила Чедаева предложила детям попробовать сплести кружево на коклюшках и получила неожиданный положительный отклик. Ребятам понравилось создавать узоры из ниток, поэтому осенью в библиотеке открылось творческое объединение для любителей кружевоплетения. Это, конечно, развитие мелкой моторики, что очень важно. И, кроме того, когда человек занимается кружевоплетением, у него, конечно, развивается логическое мышление, потому что кружевница каждый раз решает логическую задачу. Полотнянка со сканью, с перевивом, велюшка – это все элементы будущего кружева. Но перед тем, как перейти к витиеватым узорам воротников и салфеток, нужно освоить простые базовые мотивы. Обучение старинному рукоделию начинается с азов. Первый элемент, с которым начинается обучение кружевоплетению – это плетишок. Нужно всего лишь две пары коклюшек и сделать нужные два движения – перевить и сплести. Плетение на коклюшках постепенно уходит в историю. Все меньше остается мастериц, которые могут создавать изысканные узоры. Поэтому все сложнее найти инструмент для этого хобби. Сотрудники библиотеки сами сделали валики и подставки. Булавки-гвоздики купили в интернет-магазине. Сейчас для занятий нужен лишь специальный прибор для наматывания ниток на коклюшке. Я думаю, что если есть желание делать красоту своими руками, то я думаю, что любые сложности нам будут по силам. Всех желающих научиться создавать изящные предметы, декоры и оригинальные аксессуары ждут в детской библиотеке на Герцена по пятницам с 16 до 19 часов. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей. САРУ-24.